Привет, народ! Сегодня мы снимаем очередной влог. И сегодня мы едем на Иссык-Куль. Мы едем на Иссык-Куль из столицы Кыргызстана, Бишкек. И получается от Бишкека до самой ближайшей точки Иссык-Куля примерно 180 километров. Доехать можно, ну, часов за 4-5 часа. Ну, это если по правилам спокойно ехать, то 4-5 часов занимает дорога примерно. На Иссык-Куль есть две дороги. Одна проходит через города и села, то есть по прямой идет, а другая объездная. То есть мы сейчас едем по объездной. Тут одни поля, в общем, то есть тут практически нет никаких поселений. Ну, очень маленькие редко встречаются. Ну, то есть тут нет светофоров, тут нет ничего такого прям, что мешает ехать. Вот. И разница небольшая, всего 10 километров. То есть по прямой на 10 километров меньше, но там ты будешь ехать под 60. Постоянно останавливаться на светофорах, какие-то пешеходы будут бегать, и плюс очень плохая дорога. Вот. На объездной довольно хорошее покрытие относительно всего Кыргызстана. Вот. Тут классная дорога. То есть едешь без ям, без проблем каких-то. Тут люди смело летают под 150-160, хотя это запрещено, в принципе. Вот. У нас нет таких автобанов, то есть тут максимум можно ехать по закону 90. Есть один участок дороги, который признан автостратой, автомагистралью или как там. Единственный участок в Кыргызстане, это недалеко от города Тулуччи, уже недалеко от Иссыкуля. Но там нет никаких знаков, то есть как бы решить, решили, что можно ездить 110 там. То есть там прямой такой, взлетная полоса я это называю. То есть там прямой участок дороги и можно ехать 110. Как бы вышел такой закон, что вот решили, что там можно. Но на дороге ничего не поставили. То есть если ты гость, ты приедешь в Кыргызстан и поедешь на машине, ты знать даже не будешь, что там можно 110 ехать. Вот. Поэтому, ну, как бы это Кыргызстан. Здесь так. Вот тут у нас проходит граница с Казахстаном. И пока что мы едем 60. У нас есть свои Гавайи. Там. Это такой центр отдыха типа. Тут есть кусок дороги, по которому мы едем. Тут дипильное покрытие, короче. И сыпятся камушки из асфальта. Как бы. Поэтому тут нужно ехать медленно. Этот кусок дороги находится недалеко от города Токмак. Ну, это примерно 60 километров от Бишкека. Вот. Через 60 километров здесь вот такая. Мы сейчас едем по участку дороги. Она такая прямая, тоже как взлетная полоса. И здесь асфальт старый. я не знаю ее вообще ремонтируют. Она как будто вот, я не знаю, не ломается. Она просто всегда вот такая была. Такая и есть. Тут, наверное, 20 сантиметров асфальта, поэтому потихоньку стирается. Нормально. Вот участок дороги, где можно спокойно, ну, 180, даже 200 лететь. Но мы едем, ну, не скажем вам сколько. И вот мы съехали с объездной. Тут у нас единственный светофор. И теперь дорога, ну, она как две в одну сходится. И теперь мы дальше едем через села. Тут ничего не поделаешь. Так, тут у нас город Кимин. Это, ну, один, наверное, из городов, который единственный город встречается на этом пути. Здесь уже, ну, такая более минская инфраструктура. Магазинчики есть. Можно купить что-то, если нужно. Ну, то есть, такое большое место. Вот тут всякие магазины, как базар. СТОшки, светофор есть. В основном город строится вокруг трассы. При выезде из Кимина, вот здесь есть такой бугор, и частенько за вот этим бугром стоят гаишники с радаром. И когда ты вылетаешь через бугор, они его врубают, и тадан, типа поймали. Мы проехали уже 110 километров. Впереди пост ДПС. Ага, вереди пост ДПС. И, в общем, у нас здесь уже начинается дорога приближаться к горам. Вот, это начало Киргизского хребта рядом с Боомским ущельем. То есть, у нас там уже будет Боомское ущелье. Это самое начало. И вот это вот Киргизский хребет, который, скажем так, делит страну на север и юг. И он тянется до Бишкека и туда дальше, даже до Таласа. Здесь у нас такое кольцо. Ну, вы его узнаете вот по этому знаку. Нет, давай по новой. И вот здесь тоже есть разъезд. То есть, прямо дорога идет. Это старая дорога. Она более короткая. А вот, если вы повернете вот сюда налево по кругу и потом уходите уже туда, севернее, получается, тут вас будут сразу опашки заманивать. Давай ешь кукурузу! А что вы такие неактивные? Обычно они стоят и машут. Давай, давай, кукуруза. То есть, здесь кукуруза вареная все время. Все время. Вот, и по этой дороге вы уже едете. Она более новая. Здесь более лучший асфальт получается, но она чуть-чуть длиннее. А та старая дорога, она вот там вдоль горы идет. Но она немножко раздолбанная, поэтому мы сегодня не захотели по ней ехать. Мы поедем по более хорошему асфальту. Но здесь километра на два, кажется, длиннее эта дорога получается. Но, извините меня, лучше ехать, чем по колдобинам дыш-дыш-дыш делать. Вот это река Чулы. И вот мы уже в Боумском ущелье. Здесь у нас дорога, естественно, виляет. Такие вот статуйки тут есть. Здесь вот по горе, где столбы, видите, там идет железная дорога. У нас ходит поезд. Где-то с июня, кажется, он начинает курсировать и все лето ездит. Можно в Балакчи, это ближайший город на Иссыкуле, поезд идет до Балакчи. И можно на поезде туда ездить. Но удовольствие так себе, ну, на любителя. То есть, в принципе, это прикольно. Но ехать пять часов на поезде. А до Балакчи 180 километров. Вот. С шесть утра надо будет вставать. И ехать. Потому что поезд уходит очень рано. Тут у нас крутые виражи. Янка немножко подсыкивает. Мы должны были поменяться вообще-то до них. Она еще никогда по ущелью не водила. Вовокуда. Вот. Страшно, я понимаю. Надо набираться опыта. О, карман. Могли бы поменяться. Ну, что ж. Я сейчас поменю с себя-то просто. И все. О, а-а-а. Здесь нельзя. Здесь сыпет. А ты быстро поменялись? Нет. Я просто... Вот. Здесь такие знаки. Камнепад. Тут им все дым. То есть, опасно. Очень хорошо, что много лет назад сделали вот такой разделитель. То есть, раньше машины на встречку выезжали. Аварий много из-за этого было, потому что, ну, лихачи всякие суперопытные разгоняются и повстречки обгоняют. Ну, и тут частенько кого-то в лоб били. Ну, и вот теперь бетонное ограждение. Теперь здесь более-менее спокойно ездить. Сейчас подъедем к железнодорожному мосту, который называется Красный мост. Он, он на самом деле вообще белый. Вот он. Вот. Видите? Красный мост. Да. И вот, смотрите, присмотритесь внимательно. Там красные перила. Да. Он даже на карте отмечен. Вот, покажи. Там на дороге завал. Или это специально камни спускали? Или, ну, скорее всего, да, специально. То есть, очень близко гора, и вот с нее, получается, сыплет. Да, тут как бы перед сезоном езды спускают камни. Вдоль горы в некоторых местах стоят стены, как защита от камней. И тут вот целый пьедестал. Проезжая вот эти белые горы, здесь вот юрты стоят, и есть вот такой вот карман, остановка. И можно пройтись на реку Чу. Пойдемте посмотрим. Там сейчас мост такой классненький. Мы любим на него заходить и побалдеть. И вот мы подходим к железной дороге. И через дорогу вот она, река Чу. Очень большая река. С той стороны у нас село, как Майног называется. Вот один из тросов, который держит мост. Идем, идем, идем. Янкин любимый мост. Когда по нему ходишь, он так трясется мило. Вот, как говорил, река огромная. Кстати, по этой реке сплавы делают, рафтинг. Я не буду вообще, я не буду там участвовать. Ой, давай, Женя, давай поплаваем. Я не буду участвовать. Почему тебе не нравится рафтинг? Потому что, блин, это вода. И? Все. Ты пьешь воду. Это река, она большая, тут много воды. Ты не можешь себя контролировать, когда плывешь по реке. Я вообще плохо плаваю. У тебя аж есть спасательный жилет. И че? И весло. Иди ты как, греб, греб, гребешь. Нет. Это классно. Давай попробуем. Ты? Да, я не. Я буду на берегу скаять. Да нет. Вместе так поедем и будем гребсти. Ты еще на носу сядешь. Фу, нет. Нет. Клево же? Не клево. Клево. Не клево. Ладно, потом разберемся. Че, страшно? Не надо смеяться. Мы выехали из Боумского ущелья. И здесь у нас уже прямая дорога. И, насколько я понимаю, вот эту трассу признали как автострадой, автомагистралью. Но никаких знаков здесь не было. О чем я говорил в начале. То есть здесь прямая дорога уже идет здесь. Вот, по идее, можно 110 лететь спокойно. Но никаких знаков об этом нет. В Кыргызстане есть такой вид рекламы, как выкладывание камней на горе. Вот, там тоже реклама какая-то, скорее всего. А тут просто флаг, чтобы не забыли, как он выглядит. В какой-нибудь стране вы еще видели такое? Потому что я нигде не была. И я не знаю, где, может быть, еще такое есть. Мы попали в зону дождя. Угадайте, а кто вчера побыл машину? Ну, там уже чуть-чуть видно. А вот здесь пост. Ну, это как не пост, это арка проезда была к Чи уже. Все, дождь кончился. Буквально минут сколько, 5-10, ну, блин, 10 макс мы уехали. Это у нас город Балыкчи. Это самый первый город, именно на Иссекуле, который от Бешкека, самый близко. Тут у нас вот такая арка. Когда-то было время, что здесь брали, типа, эко-сборы. Денежку брали. Вот. Ну, давно уже все отменили, короче. Просто арка осталась. Что можно рассказать про сам город? Что, ну, такое, знаете, место, место, где нет работы. То есть, в этом городе, это не курортный город. Здесь раньше строили суда. То есть, всякие пароходы, там, катера. И увозили их потом поездами куда-то в большое море, в общем. Но это было при Союзе очень давно. То есть, это такой вот, именно строительный город был. Заводы работали. Мы вам, наверное, даже сейчас сходим, покажем на пляж, где эти заводы, как их спускали. И с тех пор город, ну, начал умирать. При въезде в город у нас сразу же автовокзал. Здесь стоят маршрутки, бусики, всякие таксисты. Отсюда можно уехать до Бишкека. Цена дороги от Балакчи до Бишкека на такси или на бусики, сколько? Само в 200-300, ну, это чуть меньше рублей, скажем так. В долларах это, ну, 3 доллара максимум где-то. За 3 доллара можно от Бишкека до Балакчи доехать. Здесь вот эти все маленькие, видите, деревья? Сейчас они обросли более-менее, такие пушистые, миленькие. Но, когда они не обросшие, их стригут вот просто, ну, понимаете, вот ствол дерева там большой. А высота дерева, ну, сколько, полтора метра? Да, не, 3. Маленькая вон то. А, вон то. Вот, да. Вот они истригут эти деревья, так каждый год вообще не дают им расти. И они потихоньку умирают, конечно, какие-то деревья не могут справиться с такой нагрузкой. Кстати, вот этот, смотри, пешеходный, видел лампы? Да. Это в Кыргызстане, это первый пешеходный, который появился именно в Балакчи, не в Бишкеке. И он один из двух, кажется, и всего сейчас, кажется, два в Кыргызстане таких переходов с лампами. Больше нет. Вот так город выглядит вне дороги. То есть мы свернули немножко. Ух ты, здесь храм есть. Мы сейчас пытаемся выехать на пляж. И вот здесь дорога. Ух ты, или что, сделали? Или это не та дорога? В смысле? Да это, наверное, не та дорога. Ай, е-мое. Потому что тут была дорога, короче, шириной в одну машину асфальт положили, а вокруг грунтовка. Случилось так, что, как, ну, трубы, короче, отопления, кто прокладывает, или водопровод, они, короче, вскрыли дорогу, трубы поменяли, и потом город судился с ними за то, что они грунтовую дорогу, короче, поломали. И они, и город требовал, чтобы они, короче, возместили и сделали асфальт, короче. И они вот, где трубы положили, короче, там и асфальт положили. Класс. Приехали к Иссыкулю. Это самый ближайший пляж к Бишкеку. Сейчас пойдем, покажем. Здесь очень холодно. Балакчи – это очень ветреный город, поэтому здесь особо не купаются, потому что вода все время холодная, озеро глубокое, и дует ветер, сильный ветер. Вот и наше озеро. В общем, вот так выглядит пляж, он бесплатный, то есть это самый такой первый пляж. Здесь раздевалка есть, там огромное поле, коровы пасутся. Ну, песочек, в принципе, даже в воде есть. Ну, такой, знаете, так сказать, не вах. Ну, а что вы хотели? Он бесплатный. То есть, если вам нужно что-то такое навороченное, то ехать надо намного дальше. Потому что в этом городе пляж имеет такое спонтанное назначение, то есть, ну, он появился. Просто, ну, люди хотят же где-то купаться, местные. Ну, и те, кто приехал на поезде, кстати, да. Можно приехать на поезде, где-то там у нас станция, полтора километра пешком до этого пляжа, спокойно на поезде проходишь и купаешься. А вот тут у нас за забором, это у нас платный пляж. То есть, тут, вон, видите, какая-то горочка даже есть, дым с дымом. Вот, вход недорогой, что-то там в районе 30-50 сом. То есть, это, ну, полдоллара, грубо говоря. Вода сейчас ужасно холодная, поэтому мы туда не полезем. Вот, смотрите, вот туда вдаль. А я сейчас не знаю, как туда проехать, просто ух ты! Ян, смотри, кран работает. Кран работает. А там краны? Ну да, уточки, но там кран работает. Это очень интересно. Значит, все-таки какая-то жизнь есть. Там вот катера стоят, в общем. Конечно, вы особо не разглядите. Вот там катера какие-то есть. Их чем-то нагружают. В общем, это вот и есть фабрика по производству. Такой завод был. По производству кораблей. Долгое время я вообще не видел, чтобы он работал. Вот сейчас что-то там происходит. Забавно. Блин, ну все уточки, уточки. Блин, ну посмотри, какие они крутуются. Куточки. Блин, как она волна. Волна. Летом, конечно, нужно, если вы хотите ехать, обычно приезжают после июля. Где-то в июле уже более-менее тепло. Июль-август. Даже в сентябре еще можно. Но в июне еще холодновато. Сейчас у нас вообще май. Мы просто поехали по работе. И поэтому просто по ходу вам показываем. Но ехать сюда надо с июля. Обычно. До июня это вообще не сезон. Поэтому здесь люди как бы... И цены ниже, короче. Но и пансионаты особо. Ну, так. Кто работает, кто не работает. Ну, короче. Сезон начинается с июля. Здесь классно. Здесь тепло. Здесь очень... В основном пляжи все песчаные. В воде тоже почти везде песок. Ну, есть, конечно, каменистые берега. Там у нас с той стороны, это... С той стороны Сыкуля, это южный берег. По нему тоже ездят. Тоже отдыхают. Но он менее заселенный. Менее такой продвинутый. То есть, все крутые пансионаты находятся на северном берегу. Именно туда, где мы сейчас едем. Вот. По северному. А по южному там, ну, такие... Более минские они и подешевле, и там... Ну, как это? Уровень сервиса чуть-чуть ниже. Здесь находится главная площадь города Балкче. Да. Ну, какой город? Такая и площадь. Вот там дальше, ну, вот, в ту сторону, если смотреть, то там есть этажные дома. Такие, типа, микрорайоны прям. И много квартир там просто пустых. И дома здесь... Ну, вот, мы сейчас едем вдоль дороги. Здесь более-менее, как бы, отремонтировано. Ну, нормальненько, да. Но если съехать с дороги, то там, грубо говоря, прям трущобы. В целом, мне кажется, в городе тут особо ничего не строилось со времен Советского Союза. Поэтому тут все только рушится. И люди разъезжаются просто в разные места. Все, мы выезжаем из города. И тут... Это галька насыпана? И впереди правая античика. 60 километров в час. У нас очень разговорчивый антирадар. В этих ларьках, раньше они все прям были открыты, здесь продавалась рыба копченая. И до сих пор некоторые стоят тут. В сезон прям, да, в сезон прям забито тут рыба, круто, короче, кумыс, все такое вот для туристов. Вот по дороге по этой очень много лежащих таких вот... О, видела бусы святые? Ты что, лежащих? Все святые. Да, вот, да, холмы такие. И некоторые прям на большой скорости летят здесь прям. Уи-уи-уи. Мы едем мимо кладбища, и часто мусульманские, вот, могилы, они такие замки строят, типа, вот. Их, что характерно, здесь нет деревьев, вот. А на православных, которые там... Просто очень старые. Да, они очень старые, и там сажают деревья часто. Вот, и они выглядят как лес. Чуть-чуть пустыня. Сейчас мы въехали в село, которое... Тяжело мне произносить такие слова. И дорога вообще вдоль Сыкуля идет не прям вдоль озера. Она иногда отъезжает, и вообще не видно даже воды. Вот здесь надо делать автомагистраль, потому что дорога, она просто кайф, чистый. Но все равно в Крымстане ты дорогам не доверяешь, и такой едешь, и такой... Сыкиваешь? Да. Где сейчас будет яма? Вот там изгиб озера. И мой мутный палец. Секунду назад я заорала, какое оно красивое. На самом деле, вот, солнце попадает на берег, и тут оно такое прям бирюзовое. Жалко, не видно особо этого на камере. Вот эти горы, это заилийский Алатау, граница с Казахстаном. Вот мы едем мимо аэропорта. Аэропорта. Ну, в общем, на Иссыкуль можно прилететь на самолете. Да, он уже недалеко от города Челкуна-Та. До Челкуна-Та, 28 км вон. Впереди. Вот мы едем вдоль плантаций. Тут какие-то деревья интересные растут. Прям огромный нюанс. Ну, вообще. Да, смотри, там шар. Да, это... Это именно планья. Это та плантация. Может, они этот не выросли еще? Они, типа, листья сбрасывают, наверное. Здесь плантации Паблонии. Это такое дерево. Оно очень красиво цветет. И у нее большие листья такие, огромные. И я помню, что вот эта плантация выглядит, как плантация Паблонии, но на них сейчас нет листьев. И теперь я не знаю, типа, это другие деревья или она скидывает листья. Вот мы уже поближе к Челпанате. Здесь такой дикий пляж тоже есть. Здесь, ну, классно. Тут вот идут все домики. Я думаю, это тут летом бизнес. Песочек классный здесь. Жалко, ветер дует. Вот она, наверное, холоднющая. Сыкуль он достаточно большой. Размеры ссыкуля 182 на 58 километров. Километров. Найбольшая глубина 708 метров. 702. И вот мы въезжаем в Челпанату. Это, наверное, самый такой главный город в Несекуле. Типа центр столицы Несекуле, блин. Ну, здесь такие, наверное, самые крутые пансионаты считаются. Ну, и сам город, самый большой, наверное. Заехали в музей петроглифов. И тут самый большой петроглиф. Охота с прирученными баксами. Говорят, такой рисунок есть только у нас в Средней Азии и в Египте. И это самый большой петроглиф. Петроглиф он размером около 4 метров сохранившийся. В общем, здесь музей огромный. 42 гектара петроглифов. То есть здесь можно ходить несколько часов. Мы сейчас пройдемся по малому кругу. Где-то полчаса занимает. Вот. А там большой круг. Это просто вах. Так, здесь у нас многофигурная композиция, состоящая из силуэтов горных козлов, человека на верблюде и собак. В верхней части композиции среди фигур козлов встречаются изображения собак. В нижней части изображены всадники на верблюде и собаки, преследующие козла. Вот. Ну, как-то так. Вот это видео. Надеюсь, вы видите. Да, похоже. Вот там маленькие вот эти клыбые с этой этой собаками. Но козла уже не переписывает. Ну, козла, да. Вот козла конкретно видно. Вот он, горный козел. Вот еще один. А это многоскелет какой-то. Идем дальше. Так, вот здесь сейчас большой козел на черном фоне. Видите? Я не знаю, вы видите или нет. Вот. Мне кажется, уже отсюда понятно, да? Вот, да, да. Вот, мошка. Ты красиво. Как это дело, да? Как их делали, правильно? Баллончиком с краской, блин. Ага. Что это у нас? Это двугорный верблюд и садник. Вот у меня даже типа поводья нарисованы. Моя фантазия. Вот еще один петроглиф. Таблички почему-то рядом нет. Но, короче, сами догадывайтесь, что здесь. Ну, там точно козел есть. Два. Вот это что? Собаки. Нет, это они маленькие, это кошки. Вот еще здесь. Тут даже есть такие просто камни, на которых нет табличек. О, прям яркий, яркий козел, так козел. Забавно. Нет, это змея. Тут у нас могильники. Тут у нас два козла, идущие параллельными линиями. Видите? Тут где-то есть лучник. Козел с огромными рогами и лучник. Давайте подумаем. Вот это похоже на что-то... Ну... На рисунок. Психиатру показать надо. Твоему. Я не психиатру. Я прям олень. Вот, это у нас олень. Прикольно. Думаешь, это рисовали или это так вышло? Рисовал кто? Кто-то очень давно-то. Ну да. Скорее всего. Смотри, издалека видно прям. Ого. Издалека только из видно. Прикольно. Включаем воображение. Я вижу чулок. И вон там козел. Это человек с плеткой. Типа, а сейчас сладо. Потому что тут много всякой фигни. Прикольно. Загаз. Ай, стрел. Вот это прям. Тоже как будто всадник. А вот это жираф. Да, они у нас раньше водились. А, да. Это был 40 или птичек. Мы рисовали. Четырехножный козел. Как полагается. Только они длинно дойдут. Ну да. Потому что раньше они такие и были. Эй, а это что такое? Хм. Похоже на какую-то клетку. Очень интересно. Музей, в общем, огромный. Здесь есть прям несколько маршрутов. Разной длины. Вот видите. Первый 800 метров 30-40 минут. Второй 1,5 километра 90 минут. Третий 3 километра 2 часа. Ого-го-го. Ну, блин, очень интересный такой музей. Под открытым небом. В общем, приезжайте, кому стало интересно. А из вот этого музея петроглифов видно Иссыкуль. Вот эта граница. Это воды и небо земли. То есть гор. То есть Иссыкуль прям ни конца, ни края не видать. Он отсюда, да туда. Довольно большое озеро. Не знаю, видно вам или нет, но это лебеди. Напоминаю, что сейчас у нас середина мая. Температура около 16 градусов. Дует ветер. Давай купаться! Ау, кошмар. Я знал, что она отмороженная, но не думал, что настолько. Блин, там, наверное, градусов 7-8 в воде. Ааа, жуть. Это кошмар просто. Друзья, спасибо всем, кто смотрит наш канал и поддерживает. А еще хочу вам напомнить, что у нас есть мечта купить брон для нашего канала. И с вашей помощью мы собрали уже 460 долларов. Осталось всего 140. Ребята, помогите осуществить нашу мечту. Кому не жалко, кидайте донат. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Пока-пока.